Всем, у кого есть сайт, информационный он или интернет-магазин, всем, кому нужно собирать свою целевую аудиторию, получать конверсионный трафик и клиентов из интернета, необходимо рекламироваться. Хочу рассказать про сервис SeoPult, который станет вашим личным помощником. Там собраны инструменты интернет-маркетинга, упакованы в понятный интерфейс и, внимание, максимально автоматизированы. Даже новичок может запустить рекламную кампанию. Отличное решение для бизнеса SeoPult. Экстраба, меня зовут Ликей, вы смотрите канал Дай5 и шоу по факту. Кто-нибудь вообще знает, сколько сайтов существует в интернете? В любом случае, огромное множество. Сейчас сложнее найти бренд, компанию или событие, у которого нет своего собственного веб-сайта. А так как количество этих страниц исчисляется сотнями тысяч, то и конкуренция между ними соответствующая. Сегодня ты узнаешь о 10 самых популярных интернет-сайтах на территории России. Лей го! О, факт! Для русскоязычных пользователей существует множество новостных порталов и сервисов, и одним из самых популярных является Rambler. Начал свою активную работу сервис в далеком 1996 году, и сейчас на нем доступны различные новости России и мира. Погода, гороскоп, развлечения и почта. С 96 года с переменным успехом существовала и поисковая система Rambler, но 6 лет назад ее закрыли. В среднем пользователь проводит на портале около 7 минут в день. Главным помощником всех школьников, да и вообще интересующихся, была, есть и, наверное, будет Википедия. Эта популярная интернет-энциклопедия начала свою деятельность 13 января 2001 года, и уже через 3 месяца появилась и русская версия. По информации Википедии, на самой Википедии насчитывается почти полтора миллиона русскоязычных статей, а русский вариант этой бесконечной книги является седьмым по популярности. Помимо всех достижений, Википедия является одним из самых популярных сайтов в России, где обычно проводят чуть более 4 минут в день. Сегодня заработок многих предприятий завязан именно на интернет-покупках, но в большинстве своем это просто магазины. Вот китайский сервис Алиэкспресс можно назвать настоящим рынком мирового масштаба, где можно купить как новые, так и поддержанные вещи. Любая непонятная штука, которая только может прийти тебе в голову, скорее всего, уже давно там продается. Большая часть оборота компании приходится именно на Россию, более 22 миллионов пользователей. 14 минут, вот сколько на сайте Алиэкспресс проводят покупатели из России, а цена средней покупки составляет примерно 20 долларов. Если вам в любом крупном российском городе нужно купить квартиру, машину, кота или найти работу, то сайт avito.ru, точнее люди, разместившие там объявления, в большинстве случаев предоставят такие услуги. За 10 лет работы сервис стал одним из самых популярных в России, имея на данный момент почти 40 миллионов активных объявлений и более тысячи работников. Здесь принято проводить около 15 минут, в общем, как и на Алиэкспресс. По некоторым данным, число ежемесячных пользователей сайта превышает отметку в 6 миллионов человек. Какой сайт у твоей мамы является любимым? Дай угадаю. Скорее всего, это одноклассники. А учитывая, что эта социальная сеть является одной из самых популярных в России, то, видимо, это любимый сайт всех мам страны. Одноклассники изначально создавались как независимая социальная сеть, но сейчас права принадлежат корпорации Mail.ru. Сервис существует на 14 языках, а главный пункт, который привлекает пользователей сайта, это игры, особенно головоломки. В них, по статистике, играет более 44% всех пользователей. В прошлом году в Одноклассниках появилась функция, позволяющая переводить деньги другим пользователям. Mail.ru является самым популярным сайтом Рунета. Он объединил в себе игры, социальные сети, курсы валют, новости, самую популярную в русском интернете почту и многое другое. За месяц страницу Mail.ru посещают более 50 миллионов раз и в среднем проводят здесь 5 минут в день. Отличительной чертой сайта являются вопросы и ответы. Любая проблема, информацию о которой ты ищешь в интернете, когда-то уже обсуждалась здесь. Главной и самой популярной отечественной поисковой системой, конечно, является Яндекс. Компания была основана в 2000 году и за это время обрела более 6000 сотрудников и капитализацию в 367 миллиардов рублей. Средняя длина запроса в Яндекс составляет почти 3,5 слова, но стоит отметить, что женские запросы преимущественно длиннее. В мае этого года на территории Украины было решено полностью заблокировать деятельность компании Яндекс, но это не мешает сайту оставаться одним из самых популярных в России. С 2005 года многим странам стал доступен самый популярный ныне видеохостинг YouTube. Двумя годами позже он был локализованный для России. YouTube уже трудно назвать сайтом, куда пользователи просто добавляют свои видео. Это целая международная социальная сеть. В России YouTube является третьим по популярности порталом и по статистике здесь проводят 8 минут в день, а это примерное время двух музыкальных клипов. В январе 2015 года YouTube блокировался на территории России, но эта блокировка не продержалась и суток. Если раньше за некоторыми вопросами люди обращались к родителям или книгам, то теперь ответ на любой вопрос дает Google. Отсюда и выражение «Гугл в помощь». Сервис существует более чем на 200 языках, и среди них есть и русский. Поисковая система, удобный почтовый ящик, знаменитые Google карты и многое другое. Вот почему Google является вторым по популярности сайтом в России. Помимо всего прочего, ни для кого не секрет, что YouTube является дочерней компанией Google. Так что хотите вы этого или нет, услугами Google пользоваться придется. Вконтакте самая популярная социальная сеть и по совместительству самый популярный сайт на территории России. Около 100 миллионов активных пользователей в месяц при среднем времени 10 минут в день. Всего в сети зарегистрировано более 400 миллионов аккаунтов. Как и одноклассники, ВК принадлежат корпорации Mail.ru, которая окончательно выкупила компанию 3 года назад. В последнее время пользователи стали жаловаться на сервис ВКонтакте. Неудобный новый дизайн, платная музыка. Вот главные причины недовольства людей. Основатель компании Павел Дуров теперь реализует свои идеи в Телеграм. И ничем помочь пользователям не может. Я буду рад, как пользователь ВКонтакте, которому вернули бесплатную музыку и клевый дизайн, если ты подпишешься на канал, а также предлагаю посмотреть обалденный выпуск топ-5 русских плагиатов на Ютубе. И как взрослые и молодые угадывают цены на разные вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!